МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реструктуризация государственного долга, распределение средств из бюджета, корректировки республиканских программ. Сегодня члены правительства рассмотрели более 20 актуальных вопросов. О ключевых темах заседания сюжет Дмитрия Ковалева. Долговая нагрузка регионов страны будет распределена на 7 лет. О начале процесса реструктуризации кредитов в прошлом году объявил президент России. Рассрочка задолженности, отмечают Минфини Республики, позволит сэкономить только в этом году более 300 миллионов рублей. Это даст нам возможность сэкономить деньги на обслуживание госдолга. Согласно самого графика погашения бюджета кредитов с учетом реструктуризации, реструктуризируются наши кредиты до 2024 года. Без учета реструктуризации до 2022 года мы должны были погасить 6,7 миллиардов рублей общая сумма, которая вошла в реструктуризацию. А с учетом этого она продлевается до 2024 года. Наибольший эффект попадает на 2018-2019 годы. Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И все его поставленные цели реально уже находятся в работе. Из Дорожного фонда Республики более 600 миллионов рублей уйдут на ремонт 30 километров трасс. Средства регионального бюджета в Минтрансе предлагают распределить на 8 объектов. На капитальный ремонт автомобильных дорог будет направлено 42 миллиона рублей. На ремонт автомобильных дорог будет направлено 161 миллион рублей. На содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 430 миллионов рублей. В данном проекте постановление средств республиканского бюджета направлено в первую очередь на переходящие объекты капитального ремонта. Более 140 километров трасс будет отремонтировано и в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». К выбору подрядчиков глава региона потребовал подойти скрупулезно. В проектную документацию необходимо закладывать более жесткие квалификационные нормы. Будут установлены определенные требования, чтобы фирмы-однодневки, компании, которые не в состоянии выполнить работу, не участвовали в конкурсах и в аукционах. Люди чувствуют практически, что на самом деле наводится порядок в строительстве дорог, в ремонте дорог. В республике продолжат реализовывать и проекты развития общественной инфраструктуры. Для реализации проекта в 2018 году конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов отобрано 210 проектов, на финансирование которых требуется 90 миллионов рублей. Данным проектом постановление средства распределяется между муниципальными районами на 153 проекта. Оставшиеся 57 проектов, предусматривающие мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, будут профинансированы в 2018 году при условии представления дополнительных средств. Сегодня же Михаил Игнатьев вручил почетную грамоту за эффективную службу экс-начальнику управления контроля и общественной безопасности главы региона. Алексей Метелкин займет кресло руководителя госинспекции труда. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Сергей Адушкин. Республика. Итальянские технологии, российский климат и чувашская земля. Такое сочетание в будущем должно давать хорошее вырожай овощей, максимально приспособленных к нашим природным условиям. Для этого в республике планируют создать селекционно-семеноводческий центр. Нюансы проекта обсуждали сегодня в Доме правительства. В феврале прошлого года на инвестиционном форуме в Сочи кабинет министров Чувашии и итальянский телематический университет имени Никола Кузана подписали соглашение о сотрудничестве. Так появился проект «Солнечный». Здесь, на территории Чувашии, мы хотели бы заняться селекцией семян и разведением рассадок. Я знаю, что на территории Чувашской республики есть уже инфраструктуры, с которыми мы могли бы сотрудничать, чтобы исследовать разведение семян. Сейчас итальянская сторона презентовала уже 14 новых видов семян. На подходе еще 25. Сейчас решается вопрос по допуску их государственным испытаниям на территории России. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в отличие от наших природных условий, погода для инвестиций всегда благоприятная. Мы создавали комфортную среду для работы на территории Российской Федерации, в любом нашей республике, и также в дальнейшем будем создавать эту благоприятную среду. С начала этого года в России начался сбор подписей в поддержку политиков, которые решили принять участие в президентской предвыборной кампании. До 31 января самовыдвиженцы и кандидаты от партии политических организаций должны сдать в ЦИК подписные листы. В президентской гонке участвуют 16 кандидатов, и многие уже завершают сбор подписей. Одним из первых об окончании сбора подписи официально заявил штаб самовыдвиженца Владимира Путина. Общественный штаб поддержки Владимира Путина в Чувашии также завершил прием подписей от волонтеров. В процессе сбора подписей приняли участие многие общественные организации, региональное отделение ОНФ и двух парламентских политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Политическая партия «Справедливая Россия» на своем съезде поддержала кандидатуру действующего президента на должность главы российского государства Владимира Владимировича Путина. Мы, оригинальное отделение партии, организовала и принимала участие в сборе подписей. Многие представители наши в районных городах республики вошли в составы избирательных штабов. И мы настроены до конца избирательной команды, до выборов, работать и именно собирать подписи под наказы нашему кандидату, президенту Владимиру Владимировичу Путину. Почти каждый второй житель Чувашьей республики поддержал кандидатуру Владимира Владимировича Путина и подписался под подписными листами. Я слова благодарности выражаю тем, кто это сделал и особые слова благодарности нашим волонтерам, которые собирали эти подписи. В республике сформирован штаб, общественный штаб, поддержка кандидата президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И в этот штаб вошли многие общественные организации, в том числе общероссийские политические партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Эта площадка позволит объединить усилия не только общественных объединений и организаций, но и отдельных граждан, которые сегодня неравнодушны к судьбе России. Чебоксарский штаб Ксении Собчак также завершил прием подписей. Необходимое количество собрано, отмечают в штабе. В центральных штабах Григория Явлинского и Бориса Титова также заявили о том, что необходимое количество подписей собрано. Галина Титарчук, Татьяна Трофимова, Расиль Мухаметов, Андрей Спиридонов, Республика. Вместо отдыха на каникулах – тренировки со спецподразделениями, рейды с патрульно-постовой службой и посещение неблагополучных семей. В Министерстве внутренних дел Почувашии завершилась всероссийская акция «Студенческий десант», которая дает возможность молодым попробовать себя в роли сотрудника внутренних органов. О том, что эта служба и опасна, и трудна, молодые люди знали скорее из песни. Теперь они убедились в этом лично и смогли добавить. Еще и интересно. За несколько дней участники акции «Студенческий десант» попробовали себя в различных направлениях работы Министерства внутренних дел. Так одно из занятий прошло в кинологическом центре. В кинологической службе мне больше всего запомнилась такая особенность, что не только большие собаки у них в вольерах содержатся, но и маленькие небольшие парады. Я думал, что в кинологической службе только громадные собаки такие, которых боятся преступники, которые за ними бегают, ну как по фильмам. Что из себя представляет система «Безопасный город» студентам рассказали, или точнее показали в центре управления нарядами. Находясь в центре Чебоксар, сотрудники смогли разглядеть рыбака у проруби возле поселка Сосновка на левом берегу Волги. Его увеличивают до невероятных травмиров, просто уже вот перед таком, на таком огромнейшем экране сидит этот рыбак с удочки и даже не подозревает, что за ним смотрят камеры безопасного города. Ребята тренировались и сдавали нормативы по физической подготовке вместе со спецподразделением «Гром». Оказывали первую помощь, ходили в рейды, наблюдали за работой криминалистического центра. Самое интересное, что меня это удивило, есть весы, которые измеряют вес наркотических веществ до пятого, до шестого знака после запятой. Это, можно сказать, просто воздух. Первый день мы пошли на рейд с сотрудниками по делам несовершеннолетних. Было очень интересно, но печаль только то, что дети не осознают того, что они делают. Потом они об этом будут, конечно, жалеть. Сейчас эти студенты вернутся к учебе. Ну а результаты прошлогодней акции таковы. После окончания вуза несколько человек пришли работать в МВД. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. 16 декабря 2017 года ушла из дома и не вернулась жительница деревни Нижней Ирзеи Ядринского района Полина Марковна Паликова. На вид 60-70 лет. Рост 155-160 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы до плеч с проседью. Глаза голубые, часть зубов отсутствует. Была одета в серую легкую куртку. Черный сарафан. На ногах черной дутики. На голове синий платок. Всех, кто ее видели или знает ее местоположение, просим сообщить по телефону 8354-22-274 или 02. Буквально вчера в одном из детских садов Ульяновска отравились 11 детей. Месяцем ранее, похоже, ситуация случилась в Хакасии. Качество продуктов питания в дошкольных учреждениях столицы Чувашии контролирует администрация города Чебоксары и собрание депутатов. На этот раз представители побывали в детском саду номер 125. Подробнее Юлия Важенина. Вертикаль 6 букв. Лучший завтрак. Творог. А я считаю йогурт. Подходит и то, и другое. Что лучше есть на завтрак и как вообще правильно питаться? Ведь тым – это то, что ты ешь. Цвет кожи, зубов, рост и вес – все зависит от того, что лежит в твоей тарелке. Вырабатывать привычку питаться правильно, а значит полезно, нужно с детства. Поэтому здесь серьезно подходят к этому вопросу. При поступлении очень тщательно мы смотрим, какая продукция пришла, в каком состоянии она к нам в детский сад поступила, правильно ли нам ее поставили. Особенно тщательно. Это на те продукты питания, которые имеют ветеринарное заключение. Традиционно в детских садах малыши кушают четыре раза. Завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Молочный суп, творожная запеканка, рыбное суфле. Здесь, как и в любом другом столичном детском саду, меню расписывают на 10 дней. Чтобы еда всегда была свежей и вкусной, Роспотребнадзор, ветеринарная служба и управление образования проводят проверки. Только за прошлый год комиссия провела более 200 таких проверок. Мы посмотрели конкретно, как проходится брокераж продукции, которые непосредственно детки кушают. Поэтому замечаний как таковых, замечаний нет. Я бы сказала так, что замечаний нет. На кухню нас не пустили. Еще раз хочу отметить, потому что санитарных книжек нет. И поэтому, в принципе, я довольна проверкой. Раз в месяц у родителей есть возможность пройти по группам, попробовать еду, оценить санитарное состояние пищеблока и других помещений. Мой ребенок ходит в этот детский сад, ей очень нравится. Я у нее дома спрашиваю, что ты кушаешь. Все съедаешь? Она говорит, все съедаю. Мне очень нравится. Мой ребенок очень любит творожную запеканку. Иногда дома требует приготовить. Так же, как в детском саду. С повидкой, со сладким соусом. Кстати, в столице Чувашии внимание обращают не только на сами продукты, но и на чем они готовятся и где хранятся. За последние три года заменено 50% холодильного оборудования. Модернизацию планируют продолжить и дальше. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Конкурс красоты, грации и творчества. В столице Чувашии проходит межрегиональный фестиваль Татьяна Поволжья. 15-й по счету. Конкурсантки усиленно репетируют. Ведь уже завтра финал, где Татьяны должны будут показать себя во всей красе. Как девушки намерены добиваться победы, на генеральной репетиции побывал Рифат Фаткулин. В своих регионах эти Татьяны считаются самыми остроумными, талантливыми и, конечно же, красивыми. Их выбрали из множества других студенток с таким же именем. Сейчас участницы активно готовятся к фестивалю. Градус напряжения и волнения с каждым часом растет. Я надеюсь, возьму обаяние. Постараюсь все, что я подготовила, выполнить с наибольшей силой, проявить себя по полной программе. Ты гордишься своим именем? Да, очень горжусь. Ну, во-первых, потому что меня назвали в честь бабушки, она тоже пела так же, как и я. И мне очень нравится это имя. Нашу республику представляют сразу две девушки. Одна из них – студентка ЧГУ Татьяна Соколова. Удивлять зрителей и покорять жюри, она намерена танцем о любви под названием «Амазонки». Ответственность большая. Представить Чувашию, но и про себя не забыть. Танец зависит не только от меня, но и от моей команды. Команду нужно собрать, нужно сделать костюмы. Ну, вот, допустим, это как бы верхняя одежда у амазонок, но она, конечно, здесь не вся, на концерте увидите. Все сделано как бы собственными руками, потому что нигде в Чебоксарах еще таких образов нету. Нужно было все придумать, эскизы нарисовать. Несмотря на общее имя, все татьяны очень разные. И дело даже не в стандартах красоты. Какая девушка не хочет примерить на себя корону? Ну, я думаю, нет такой. С каждым годом конкурсов становится все больше. Но наш отличается тем, что это, еще раз повторюсь, не просто конкурс красоты, а в первую очередь таланта и способностей. Кто из девушек станет Татьяной по Волжье 2018, будет известно 25 января, в день российского студенчества. Победительница получит не только корону, но и право провести конкурс в следующем году в своей «Альма-матер». Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. В Республике начался месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Вчера состоялся кадетский бал четырех побед, а сегодня в Чебоксарах ученики городских школ приняли участие в необычных соревнованиях. Строевая подготовка, рукопашный бой, кадетский вальс – обо всем этом в нашем сюжете. О карьере в погонах здесь мечтает добрая половина ребят. Строгая форма и усиленная физнагрузка – для них повседневность. Кадеты, курсанты детской полицейской академии, участники военно-патриотических игр «Орленок» дали старт месяцу усиленной спортивной и оборонно-массовой работы. Весь февраль в Республике будут проходить массовые соревнования. Пройдут и, скажем так, занятия практической направленности – это военно-спортивные, это эстафеты, это пулевая стрельба, рукопашный бой, другие направления. Это практические занятия, связанные с сборкой-разборкой оружия, это строевая подготовка. Запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных конфликтов. Традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной работы посвящен Дню Защитника Отечества и празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok